В эфире Сенат и я, Никита Рочеловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики и насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальные интервью с сенатором, смотрите прямо сейчас. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с судьями Конституционного суда. Во встрече приняла участие спикер Верхней Палаты парламента Наталья Качанова. Глава государства в начале встречи напомнил, что общение в подобном формате происходило довольно давно, более шести лет назад. Тогда основной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Проведена масштабная работа над новой редакцией основного закона, вклад в которую внесли и судьи Конституционного суда. Последующие события, по словам президента, подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, на что обратил внимание Александр Лукашенко, все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. По итогам окончания встречи Наталья Качанова отметила, что в настоящее время между Советом Республики и Конституционным судом выстроено эффективное системное взаимодействие. Обеспечено постоянное представительство интересов Верхней Палаты Парламента в этом конституционном органе. Все возникающие вопросы решаются оперативно в рабочем порядке. Мы нацелены на общий результат – в полной мере воплотить в жизнь принятые инновации подлинно народной Конституции, вобравшей в себя многовековую мудрость, национальные традиции и колоссальный опыт нашего народа, и призванную обеспечивать достижение стратегической цели построения сильной, независимой и процветающей Республики Беларусь. Вместе с тем, анализ поступивших в Совет Республики обращений с момента принятия обновленного основного закона показывает, что действенность и результативность осуществления полномочий Конституционного суда по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав и свобод во многом зависят от правовой грамотности населения. Зачастую люди не понимают самой сути Института конституционной жалобы, отождествляя ее жалобой на действия бездействия должностных лиц. Поэтому очень важно проводить информационно-просветительскую работу на предмет разъяснения полномочий Конституционного суда, основания и порядка инициирования Конституционного судопроизводства. Председатель Совета Республики и уполномоченный представитель главы государства по Минску Наталья Качанова ознакомилась с новыми зонами отдыха. В Минске сейчас 54 экотропы. Самые популярные в эти жаркие дни те, что размещены у водоемов. В этом году сделано 9. В Минске созданием тенистых зон занимаются системно. Еще 9 зон отдыха появятся в сентябре. Их откроют ко дню города. При обустройстве таких локаций используют только экологически чистые материалы. Наталья Качанова поручила увеличить высадку декоративных кустарников в Минске, поскольку они выполняют роль зеленых заборов, украшают городской ландшафт и улучшают экологию мегаполиса. Председатель постоянной комиссии Совета Республики и Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Михаил Руссый посетил место ликвидации последствий непогоды в Пинском районе. Парламентарий взял на контроль хода восстановительных работ в пострадавших от непогоды регионах, а также принял необходимые меры поддержки сельскохозяйственных предприятий, понесших потери от буря, среди которых вопросы обеспеченностью питьевой водой, возможность осуществления банковских операций, непосредственное восстановление инфраструктур. В день 80-летия со дня проведения в Минске парада белорусских партизан члены Президиума Совета Республики, члены Совета Республики, работники секретариата Совета Республики возложили цветы к монументу «Беларусь партизанская». Памятник является символом мужества и героизма белорусских партизан, которые сражались против фашистских захватчиков, благодарности потомков за ратный подвиг отцов и дедов. Данный памятник был открыт в торжественной обстановке 29 апреля 2005 года, накануне празднования 60-летия победы в Великой Отечественной войне, на юго-восточном въезде в Минск у станции метро «Могилевская». Скульптором является Валентин Занкович, соавтор известных мемориалов «Брестская крепость-герой» и «Хатынь». Сегодня у нас в гостях член Совета Республики генеральный директор открытого акционерного общества «Коминтерн» Ксения Пантьюхова. Пантьюхова Ксения Александровна. Родилась в деревне Новая Мельчая Гумельского района Гумельской области. Окончила Гумельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит и государственное и местное управление». Работала контрольным мастером службы качества и испытаний Гумельского завода пластмассовых изделий. Бухгалтером КООП «За год промо» Гумельского райпо. Главным бухгалтером открытого акционерного общества «Гумель-Лён». Бухгалтером второй категории отдела учета товаров и тары в опте открытого акционерного общества «Табак-Винторг» города Гумеля. Исполняющим обязанности главного бухгалтера филиала «Внешресурсы» и бухгалтером дирекции республиканского торгово-посреднического унитарного предприятия «Гумель-Облресурсы». Специалистом первой категории, ведущим специалистом отдела экономики администрации советского района города Гумеля. Главным специалистом отдела экономического анализа и прогнозирования. Заместителем начальника, начальником управления экономики Гумельского горосполкома. Заместителем директора по экономике и финансам завода управления открытого акционерного общества «Гумельский химический завод». Делегат седьмого Всебелорусского народного собрания. Генеральный директор открытого акционерного общества «Коминтерн». Член рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами Боливарианской республики Венесуэла, Султаната Аман, Республики Сербия. Член Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству. По итогам работы за 2022 год удостоено звание «Человек года» в Гумельской области в номинации «Руководитель». Ксения Александровна, здравствуйте. Добрый день, Никита. Поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями о работе в Совете Республики. Как изменился ваш привычный рабочий день? Это огромное удовольствие от работы с очень интересными людьми. Команда Совета Республики – это такая команда талантливых, прогрессивных, профессионалов с огромным багажом знаний и компетенций в самых различных сферах. Рабочий график. Жизнь стала гораздо динамичнее. Тайм-менеджмент вышел на такой более высокий уровень. Но, тем не менее, могу сказать, что испытываю гордость от того, что вовлечена, причастна к той огромной работе, которую проводит Совет Республики. Вы уже успели провести свои личные приемы граждан и прямые телефонные линии. Расскажите, пожалуйста, что волнует наших граждан и как планируете их вопросы разрешать? Имея опыт госслужбы, еще с тех времен я точно знаю, что общение с людьми – это такая первостепенная задача, это основополагающая в работе, наверное, не только сенаторов, это и депутатов всех уровней, да и руководителей всех уровней. У нас в Республике работа это поставлена четко, и мы понимаем, что любой гражданин может записаться и прийти на прием по волнующему ему вопросу к любому руководителю, который он считает, вот в компетенции которого входит разрешение его вопроса. На самом деле люди приходят с достаточно разными вопросами. Ну, пальму первенства однозначно – это вопросы ЖКХ, земельные споры, наследственные споры, вопросы достаточно есть серьезные. Мы подключаем должностные лица для решения тех или иных вопросов. Ну и, конечно же, тут главное понимать, почему возник этот вопрос, почему он не решается, почему он длительное время не решается. И вот, наверное, отвечая на вопрос, почему он возникает, мы видим направления или сферы, в которых нужно что-то изменить или что-то улучшить. Вы возглавляете Коминтерн. Расскажите, пожалуйста, про недавние ваши достижения и планы на перспективу. Вообще считаю, что самое главное достижение руководителей предприятия – это построение эффективной команды. Это, наверное, вот сейчас такой ключевой инструмент для решения любых поставленных задач. И вот могу сказать, что вот эту задачу мы решили, потому что сейчас вот в условиях санкционного давления, в условиях таких внешних меняющихся факторов только эффективная команда может вот динамично подстраиваться, реагировать и решать те вопросы, которые возникают. Вообще у нас вот заведено на предприятии, у нас, если есть задача, у нас есть не просто план А, у нас всегда есть план Б, иногда даже план С, то есть условия «а что если?». Если произойдет вот эта ситуация, значит решение будет такое, если такая, значит такое. И вот такой подход ситуативный, наверное, возможен только с эффективной командой. Поэтому вот это, наверное, самое главное, что есть. А вообще за два года, за последние, мы перестроили полностью логистику свою, мы перенаправили потоки сырья. И вы знаете, что, наверное, мы вписали вот модернизацию производства в такой ежедневный процесс производства. Цели у нас достаточно амбициозные, серьезные. Это и покорение новых рынков, это улучшение своего внутреннего. Мы сделали, в принципе, провели ребрендинг и переделали полностью всю торговую сеть. Сейчас она узнаваема, она современна. Мы пересмотрели обязательно подходы к системе продаж, к системе обслуживания. У нас единая система, и каждый человек, пришедший, каждый покупатель, пришедший в магазин, должен остаться доволен. О стране шагает год качества. Скажите, пожалуйста, что он принес в работу Коминтерна? У нас вообще качество, это, в принципе, уже стало брендом нашей республики. И когда мы говорим белорусское, это уже тождественное понятие качественного. Поэтому качество, в принципе, это основа основ. Если мы говорим о работе предприятия, то мы стараемся делать так, чтобы обеспечить качественные условия труда для наших сотрудников, качественные условия отдыха, качественное медицинское обслуживание. И, в принципе, цель нашей работы – это самое главное – улучшение качества жизни наших сотрудников. Ну, это, наверное, что касается работы предприятия. Если говорить о продукции, то качество – это наше самое главное конкурентное преимущество. Сейчас не секрет, наверное, конкуренция очень жесткая, и в легкой промышленности в том числе. Поэтому, наверное, на рынке побеждает тот, кто соблюдает соотношение цена-качество на самом оптимальном уровне. Поэтому, в принципе, качество – это то, на чем мы держимся. Очень важно, что вот в этот год объявлен год качеством. Это такой хороший акцент. И еще раз заострить внимание на том, насколько важен этот параметр. Ну, а если еще все-таки говорить о Коминтерне, то в этом году Коминтерну 105 лет. И вы знаете, что 105 лет истории Коминтерна – это, в общем-то, 105 лет истории про качество. Мы поздравляем вас с этой датой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, не могу не спросить, санкции, они нас ослабили или же все же усилили? Вы знаете, что любая проблема – это всегда новые возможности. Введение санкций дало нам возможность понять, что нельзя застревать на одном месте. Оно дало нам возможность переосмыслить, подойти по-новому. Как я уже говорила, это новые логистические цепочки, это новые поставщики сырья. Но опять же, если мы хотим качества, то тут уже нужно очень серьезно подходить поставщикам и сырья, и комплектующих всего. Любые сложности – это всегда новые возможности. Те цифры экспорта, рекордные, которые страна показала за 2023 год, говорят о том, что наши субъекты хозяйствования и наши предприятия умеют динамично развиваться, умеют реагировать быстро на те сложности, которые возникают извне. Ксения Александровна, большое спасибо за наше интервью и за вашу работу. Спасибо большое, Никита. Гостем нашей студии была член Совета Республики и директор открытого акционерного общества «Коминтерн» Ксения Понтьюхова. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. Еженедельно о работе Совета Республики мы рассказываем в программе «Сенат». С вами был я, Никита Рачиловский. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин